Музыка Некоторые борцы за свободу интернета готовы рисковать своей собственной свободой. Например, основатель сайта Pirate Bay, Готфрид Свардхольм, также известный как Анаката. Более 100 тысяч человек подписали интернет-петицию в его поддержку. Однако Свардхольм остаётся под следствием в строго охраняемой тюрьме в Дании, куда он попал в ноябре 2013-го. Его обвиняют в краже секретных данных компании CSC, сотрудничавшей с правительством и полицией. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Свардхольм содержится в одиночной камере под постоянным наблюдением. Его контакты с внешним миром ограничены, однако РТ удалось поговорить с его матерью. В комнате находится полицейский. Мне необходимо просить, чтобы мне разрешили навестить сына. Мне позволено проводить с ним один час в неделю. Прошло полтора месяца, прежде чем полиция разрешила ему пользоваться своими книгами, которые он привёз в Данию из Швеции. А после того, как я вновь поговорила с датской полицией, мне позволили заказывать ему книги. Но не более двух в месяц. Сама я не могу их отвозить, поэтому мне приходится просить компании и книжные магазины пересылать ему их прямо в тюрьму. Надзиратели опасаются, что если я сама буду привозить ему книги, то смогу вложить в них какое-нибудь тайное послание. И это единственная причина, почему мне нельзя привозить ему журналы и газеты, в том, что таким образом я могу передавать ему тайные послания.